свою душу. Да. Но хотя бы на несколько часов я могу обмануть тебя. Помнишь, когда я танцевал, смеялся, шутил? Все, кто видел меня, видимо, подумали, что я веселюсь от души. И ты был с Марсей. Ты вернулся к ней? Нет, нет, Инесс. Я очень осторожен в своих действиях. На сей раз все по-другому. Что я скажу Марии Эмилии, когда буду просить у нее прощения, если буду вести себя как Дунжуан, не пропускающий ни одной юбки. Ничего не было и ничего не будет. Я хочу заслужить любовь Марии Эмилии. И я заслужу ее, даже если для этого мне придется стать святым. Господи. Надеюсь, все образуется. Но это невыносимо. Сначала ты, потом твои родители. Теперь Лаурита. Я не вынесу этого. А ты ведь знала, правда? Да. Да, Алекс. Я знала. Я столько раз предупреждала ее. Но она не обращала на меня внимания. А я каждый день жила в постоянном страхе. А мне и в голову не приходило. Подумать только. Она ушла с этим мужчиной. Они должны найти ее. Не думаю, что она хочет вернуться. Проблема в том, как рассказать об этом Рубену. Наверняка его сестра уже обо всем доложила ему. Нет, нет. Я заставил Марсию пообещать, что она ему не скажет. Я сам должен сказать ему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Какой позор. Все об этом узнают. Клянусь тебе, лучше бы я умерла. Успокойся, Артенсия. Как я могу успокоиться? Как ты можешь просить меня успокоиться? Ты представляешь? Моя дочь сбежала с шофером. Да, это ужасно. Глупо. Так разрушить свою жизнь. Такая красивая девочка. Такая утонченная. Такого высокого положения в обществе. Как она могла увлечься этим неотесанным мужиком? Какая участь ожидает их? Ты должна найти ее и поговорить с ней. Убедить ее вернуться. Нет, Эстебен не хочет этого. Он ужасно злится на нее. Сначала я хотела, чтобы он нашел ее. Но потом поняла, что он прав. Но Артенсия... Впервые мы с ним согласны в чем-то. Но как ты можешь бросить дочь? Ты не знаешь, каких вещей наговорила нам эта дочь. Как она обижала и оскорбляла нас. Она просто девочка, которая совершила ошибку. Пусть заплатит за то, как она поступила с нами. Неблагодарная. Как она вела себя с нами, с родителями. Но неужели тебе не жаль ее? Эстебен прав. Пусть она столкнется с последствиями. Пусть научится. Лаурита скоро узнает, что ее ждет. КОНЕЦ Доброе утро, мой господин. Я думал, ты мне приснилась. Нет, любимая, это не сон. Это наш первый день вместе. Мои поздравления, сеньора. Как вам спалось? Божественно. Вы не почувствовали под собой лопнувшую пружину? Нет, а ты? Ничегошеньки. Что ж, пора вставать, лентяй. Что? У нас есть дела важнее постели? Да. Вставай. А кофе ты сварила? Послушай, дорогой. Прошлой ночью все выглядело не так уж плохо. Даже ощущалась романтика. Но при дневном свете это смотрится ужасно. Ты видел этот старый комод без крышки? А крошечную кухню? Мы должны сделать кое-какую перестановку. Попридержи лошадей, это не наш дом. Да, любовь моя, но этот человек такой милый. Нужна женская рука. Кстати, а как варит кофе? Ты можешь сказать? Ты не умеешь? Нет, а ты? А мне с чего уметь? Я же мужчина. Я только знаю, что сюда надо налить воды, но... Как эта штука открывается? Вот. Дорогой, я ничего не взяла с собой, чтобы переодеться. Видишь? Я же тебе говорил... Ладно, ладно, Мигелон, не начинай. Главное, что мы вместе. Слушай, этот маленький ресторанчик, он ведь здесь рядом, да? Да, рядом, в двух шагах. Значит, она скоро узнает. Вот вода. Кто-то должен сказать ей. Пусть это будет кто-то другой, Рамирес. А ты сплетник. Любишь совать свой нос в чужие дела. Не знаю, как Мигелон мог устроить такое. А эта девушка, в ней кровь Лоретто, она смелая. К тому же, она еще и официантка. А этим палец в рот не клади. Спроси у дона Руденсио. Да, та, с которой я встречался, была женщина и дело. Лоретто и официантка. Опасная комбинация. Думаю, Мигелон выйдет из этой ситуации крепко избитым. Не преувеличивай. Ты не слышал поговорку «Быстрее, чем бутылка, взорвется в руках официантки». Нет? А зря. Мигелон играет с огнем. Вот она идет. Она идет. Мы должны сказать ей «Молчи, Рамирес». Что-то еще? Нет, нет, спасибо. Мы закончили. Принеси счет. Да. Смотрите, кто пришел. Привет всем. Как делишки тут у вас? Лало, обними меня покрепче. Не могу поверить, Анхелито. Моя прекрасная Лоретана. Господи, мы так скучали по тебе. Я заехал на денек-два. Ну и как ты? Как канета? Я как заново родился. А в канета жара. Хватит, хватит, прекрати. Приступай к работе. Мы с Мерседес не можем все делать одни. Не успел войти, уже посылают работать. Не ленись, ты уже достаточно отдохнул. Так что пойдем. К тому же мне нужно с тобой поговорить. О чем? Ты придумал что-нибудь? Все, Эстелита, дело в шляпе. Мой новый рецепт. Мигелон еще будет умолять Мерседес выйти за него. Что-то мне не верится. Привет. Привет. Она ничего не знает. Мигелон, любовь моя. Ангелита вернулся. Правда? Хорошо. Я сяду там, в углу. Принеси мне пиво. Он попросил пиво. Да, Рамирес. И что? Бутылку, Дон Рудензио. Официантка и бутылка. Неужели не понимаете? Дорогой, как хорошо, что ты пришел повидать меня. Да, да, я... Я хочу поговорить с тобой. Он не понимает. Прекрати это, Рамирес. Ты раздражаешь меня. Сейчас прольется чья-то кровь. Что ты хотел сказать? Послушай, это... Только спокойно, ладно? Расслабься. В доме, где я работаю, огромный скандал. Понимаешь? Они вышвырнули меня. Здорово. Да, да, да. Но, понимаешь, ее они выгнали вместе со мной. Что? Я должен был взять ее с собой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.